Авто и ЖД сообщения Сочи восстановят в ближайшие сутки. Пока же пассажирам предлагают улететь из Сочи на самолете. Памятная доска на музее, история памятника Островскому и песни молодости и столетия комсомола отметили сегодня в Сочи. Их объединила ЭВА. В Сочи открылся необычный проект художников Юга России. Особый взгляд в Сочи представят многофункциональную интернет-площадку для незрячих и слабовидящих людей. В Сочи по-прежнему действует режим ЧАЭС. Накануне в городской администрации прошло заседание КЧАЭС под руководством главы города. Анатолий Пахомов поручил коммунальным службам решить вопрос по восстановлению электричества и подаче воды в поселки, которые пострадали от стихии. Обсудили проблему доставки пассажиров, которые застряли между Сочи и Туапсе. В общей сложности были отменены 36 поездов. Накануне вечером в кассах железнодорожных станций образовались огромные очереди. Люди пытались вернуть или обменять билеты. Некоторые жаловались на то, что возврат производят с удержанием сборов. Хотя, по сообщению РЖД, этого быть не должно и вернуть билет пассажиры могут в любой кассе в удобное для них время. Пассажиров, застрявших между Сочи и Туапсе, вывезли на автобусах. Для этого активизировали информационную работу. Его задача, как начальника вокзала, это сделать полное оповещение не только на железнодорожном вокзале Сочи, но и на всех остальных со своими коллегами, чтобы люди, которые должны получить услугу перевозки, они должны знать, а, куда им ехать, б, что они там должны получить и когда им назад уехать. Полторы тысячи человек разместили в отеле «Бархатные сезоны» и обеспечили горячим питанием. Сегодня в первой половине дня было возобновлено пригородное сообщение с Туапсе. В целом пассажирам задержанных поездов предложили три варианта действия. Если они готовы дождаться возобновления движения поездов, им будет предоставлен номер в гостинице. Второй вариант – сдать билеты, получив назад их полную стоимость. Третий вариант – улететь самолетом в Москву или Санкт-Петербург. Для этого достигнуто соглашение с компанией «Аэрофлот». Все возвраты проездных документов производятся бесплатно в кассах на вокзале компании «Российские железные дороги». Эта работа также организована. Касса полностью открыта, персонал проинструктирован. Пассажиры могут вернуть проездные документы без дополнительных комиссионных сборов и воспользоваться альтернативным транспортом. Тем временем в Лазаревском районе удалось восстановить автомобильное сообщение с трех и пяти горных аулов. Продолжаются работы на дорогах, ведущих в аулы Хаджико и Наджиго. В районе практически полностью восстановлено водоснабжение. Проблема остается только в Нижней Хобзе. Специалисты мэрии во всех районах, кроме Центрального, продолжают подворовые обходы для оценки ущерба. На Кубань определили размер выплат пострадавшим от наводнения. Компенсации получат жители Туапсинского, Абширонского районов и Сочи. Деньги предусмотрены не только за полную потерю жилья, но и за частичное разрушение, сообщил Вениамин Кондратьев. Самое главное, оперативно, еще раз подчеркиваю, оперативно комиссиям пройти по дворам, так называемые подворовые обходы, заактировать потерю полную частичную имущество. Люди, получив денежные средства, конечно, приступят сами к восстановлению. Частичная потеря имущества – это 150 тысяч рублей, полная – 100 тысяч рублей. Надо подвести факт проживания, естественно, как это положено. И, естественно, никаких заминок с выплатами не будет. Кроме этого, единовременную выплату получат все, в чей дом зашла вода. Деньги за частичное полное разрушение жилья выделяют на каждого члена семьи. Напомню, из-за линии на Кубани пострадали 28 населенных пунктов в Туапсинском, Абширонском районах и в Сочи. Повреждения получили около 2000 домов. Сейчас комиссия уже оценивает масштабы разрушений. В зоне паводка накануне целый день работал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он провел заседание оперативного штаба, а затем осмотрел пострадавшие от непогоды населенные пункты и поговорил с людьми. Все подробности в сюжете наших краснодарских коллег. 1800 жителей поселка Агуй-Шапсук оказались в ловушке. Единственный мост, по которому люди могли добраться до Туапсе, разрушен водой. Губернатор Кубани сегодня с утра находится в Туапсинском районе. Вениамин Кондратьев объехал улицы, больше всего пострадавшие в населенном пункте от удара стихии. Заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства края глава региона ставит задачу максимально быстро восстановить транспортное сообщение. В течение завтрашнего дня максимум до 24.00 вы обеспечиваете восстановление нормального транспортного сообщения с населенными пунктами, которые сегодня отрезаны. Все, договорились. Значит, в пешем порядке сегодня через этот вот настильчик, иначе не скажешь, то есть вы поддерживаете обеспечение самим необходимым. Обязательно. Еще раз подчеркиваю, это стихия. Нам максимально сегодня справиться с тем, чтобы вернуться к нормальному циклу. Несмотря на то, что жители поселка оказались оторваны от большой земли, им оказывают всю необходимую помощь. Люди не должны ни в чем нуждаться, отметил губернатор. Если там дети, дети, безусловно, обеспечение продуктами питания – это стратегическая задача. Поверьте, мы не можем допустить, чтобы, не дай бог, кто-то не получил не просто питания, а полноценного питания, тем более, если там дети. Здесь максимально все силы мы должны просить о том, чтобы никто, никто из жителей отрезанных на зеленых пунктах не ощущал дефицит ни в чем. Потоки воды сметали буквально все на своем пути. От ларьков до автомобилей. Улицы Туапсы напоминают кадры фильма «Катастрофы». Рядом с поселком пригородный на куски разорвало водопровод. Масштаб проблемы на месте оценил губернатор. Министр жилищно-коммунального хозяйства края докладывает Вениамину Кондратьеву. Проложить временную трубу будет возможно только через сутки, когда спадет уровень воды. Глава региона поручает обеспечить бесперебойный подвоз питьевой воды. Уже появились жалобы о том, что ее не хватает. Местные жители рассказывают, даже в таких условиях. Некоторые магазины пытаются заработать на катастрофе. И в два раза подняли цены на бутылки с водой. Быстро канистры опустевают, получается, и не очередь стоит. Очень хорошо, что я остановился, потому что информация, которую мне докладывают, информацию, которую говорите вы, они две разные информации. То, что они стоят, эти бочки, они есть, но они быстро опустевают. Они успевают подвозить. Согласен. Сейчас начинают спекулировать на воде. Люди не могут, пятилитровые канистры покупают там за бешеные баснословные деньги. Где глава, где он ходит? Вы докладываете, вы должны ли сами владеть информацией. А если вы не владеете, тогда на самом деле не надо докладывать. Вы об этом должны мне первым были сказать, что сегодня есть спекуляция и на воде, и на товарах первой необходимости. Это вообще не может быть. Еще раз подчеркиваю, не может быть по определению. Вот тогда вам ровно час на понимание ситуации и что необходимо сделать, чтобы вода на самом деле бесплатна и в нужных количествах была у каждого, кому необходимо, жителя города. Туапсе. Еще раз подчеркиваю, понятно. Вот никаких злоупотреблений здесь не может быть и наживаться на горе людей на этой стихии никто не будет. Но устранение последствий от стихии в крае брошены 781 человек и больше 200 единиц спецтехники. Работать они начали еще вчера, когда поступили первые сигналы чрезвычайной ситуации. Людей эвакуировали, как только начала прибывать вода. Своевременная реакция всех служб позволила избежать массовых жертв. Сейчас на Кубани оценивают предварительный ущерб от потопа. В Туапсинском, Абширонском районах и в Сочи созданы мобильные группы. Специалисты пройдут по всем территориям, пострадавшим от ливня. На заседание оперативного штаба, который сегодня экстренно собрали в Туапсе, губернатор потребовал от глав этих районов максимально быстро. Как только позволит погода обойти потопленные дома и дворы. У вас уже комиссия, которая должна сегодня быть сформирована и к концу дня должна быть сформирована, по обследованию сформирована или все-таки нет? 18 рабочих групп, понимаешь? Вот они будут заниматься чем? Они будут обходом по дворовых территориям. Они уже сегодня есть? Они в вашем распоряжении сформированы? Они уже сегодня есть. Сегодня в 7 утра они были созданы. Там и сотрудник полиции, также работают сотрудники ФМС, потому что много рекордировали людей в ночное время суток. То есть они есть и готовы приступить к работе, как только закончится выпадение осадков? Так точно. Они уже приступили туда, где можно подойти, в дворовую территорию, можно зайти, они уже работают. Хорошо. Я еще раз подчеркиваю, это очень важно. Не ждать. Не ждать, когда уже люди будут стучать во все двери, что к нам не дошли, к нам не пришли. И объективно, еще раз подчеркиваю, объективно подойти к оценке ситуации, к возмещению ущерба. Большая вода пришла в 28 населенных пунктов. Повреждения получили около 2000 домов. Пострадали более 5,5 тысяч человек. Венимин Кондратьев дал команду уже сегодня зарезервировать в бюджете деньги для выплат пострадавшим от наводнения. Правая база должна быть полностью готова на возмещение ущерба, частичного, полного. И если будет утрата жилья, то есть мы должны здесь ни в коем случае не догонять ситуацию, не дожидаться возмущения людей, а работать на опережение. Еще раз подчеркиваю, правая база в течение суток должна быть готова. По компенсациям, то есть я поручаю заместелю губернатора Голласть Игоря Петровича предусмотреть уже сегодня, зарезервировать средства в размере предварительного ущерба 1 миллиард рублей в кривом бюджете для того, чтобы мы могли своевременно произвести компенсацию тем, кто пострадал от чрезвычайной ситуации. К сожалению, синоптики передают неутешительный прогноз. До конца этих суток на территории Туапсинского, Обширонского районов и Сочи дожди продолжатся. А потом грозовой фронт направится на Мостовский и Отрадненский районы. Поэтому в регионе никто не расслабляется. Оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме. Людей при малейшей угрозе будут сразу эвакуировать. Сегодня приоритет спасти людей. Максимально уберечь их от беды. Еще раз подчеркиваю, эвакуация. Лучше мы перестрахуемся, чем, не дай бог, допустим, жертвы, которыми станут в результате стихийного обедствия. Аварийно-спасательные работы. Приоритет. Еще раз подчеркиваю, аварийно-восстановительные, которые позволят погоду. Поэтому эвакопункты должны быть готовы к приему тех, кто будет, естественно, эвакуирован и в них размещен. Это стратегическая, коллеги, сегодня задача. А дальше, я обращаюсь к главам муниципальных образований, коллеги, ко всем. Подготовьте необходимые помещения для того, чтобы они стали на время чрезвычайной ситуации эвакопунктами. Обеспечьте их питанием, горячим питанием, естественно, водой. Помещения должны быть теплыми. Когда позволит погода, первым делом приступят к восстановлению социальных объектов, школ, детских садов, больниц, а также к ремонту дорог и коммунальных сетей. От стихии пострадали шесть автомобильных мостов. Учитывая масштаб чрезвычайной ситуации, затопленные территории необходимо привести в порядок до наступления холодов. Александр Иванченко, Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров. Кубань-24. Туапсинский район. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Кубань-24. В Туапсинский район прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор края Вениамин Кондратьев осмотрели наиболее пострадавшие улицы и магистрали муниципалитета. Напомню, в северной части района вода разрушила сразу два моста – автомобильные и железнодорожные. Для водителей это была единственная дорога, которая связывала Майкоп с Черноморским побережьем. Движение поездов также приостановлено. Глава Туапсинского района доложил, что в течение всего дня сотрудники МЧС расчищали русло реки от мусора и бревен, а также укрепляли берег. Движение по автомобильному мосту планируют восстановить 27 октября. Также губернатор Кубани и глава федерального ведомства отправились в село Кривенковска. Этот населенный пункт один из первых принял удар стихии. Там сейчас организован пункт временного размещения в школе. И местные жители могут получить горячее питание и воду. За помощью уже обратилось порядка 300 человек. К Сергею Табельскому губернатор обращается с предложением организовать на месте дежурство прокурора по обращению граждан. А для того, чтобы ускорить процесс выплат компенсации, Вениамин Кондратьев поручил увеличить количество групп, которые занимаются подворовыми обходами. Сколько нужно времени? Вот вашими силами? Ну, я думаю, неделя нам нужна будет. Смотри, об этом не говори. Групп недостаток. Смотрите, на один дом мы все равно тратим минут 10-15, чтобы два акта заполнить. Люди, вот мы зашли сюда, мебель просто наваляется. Она вся вот прямо... А люди, хозяева находятся на месте? Да, хозяева на месте. Если хотя бы нету самого собственника, если куда-то, кто-то есть и жильцов, кто проживает постоянно. Вот кратно увеличите количество групп, кратно. Еще раз подчеркиваю, возьмите жителей ТОПС и организуйте группы. Сейчас возвращаемся. Максимально быстрый обход граждан. Нам нужно то количество актов обследования в два дня, максимально в два дня, которые позволят нам начинать выплату. Позже, после осмотра последствий стихии, уже в районной администрации глава МЧС России собрал заседание КЧС. Евгений Сдиничев отметил, что восстановительные работы ведутся на должном уровне. В целом, я считаю, что все отработали как положено и самое главное, знали, что делать. И надеюсь и уверен, что до завершения ЧС все вы продолжите так же работать. Спасибо. На Кубани еще действует режим ЧС. Краевые власти будут держать ситуацию под контролем до того момента, пока все коммуникации не будут восстановлены. В Абширонском районе сегодня состоялось заседание оперативного штаба, которое провел Вениамин Кондратьев. Участие в нем также принял прокурор Края. Напомню, на территории введен режим чрезвычайной ситуации. От наводнения пострадали больше тысячи домов. Повреждены два автомобильных моста в хуторе Городок и полностью разрушен висячий мост в поселке Самсонова. В некоторых поселениях до сих пор нет воды и света. А губернатор поручил в оперативном режиме обеспечить пострадавших всем необходимым. Максимум три дня у нас должно быть, три дня до понедельника, чтобы мы расчистили, если будет правильно организован трудовой десант. И вот эти комиссии, которые делают подворовые обходы, правильно организованы. И их будет достаточно. А достаточно будет только в том случае, если вы все введетесь в одну огромную команду, в том числе с представителями других муниципальных образований. И вот этот штурм общий сделаете. Любое муниципальное образование клинится на вашу просьбу. Мы можем вам всем помочь. Всем. Кроме как со временем. Время сжато. Это максимально сжато. Еще раз подчеркиваю. Три дня, три дня до понедельника. Для того, чтобы люди могли приступить к обычному, своему жизненному циклу. До понедельника. Это уже наша задача. Еще раз подчеркиваю. Наша задача. И на тех людей, которые пострадали, ее не перекладывайте. В общей сложности в Абширонском районе эвакуировали 209 человек. Для пострадавших работают три пункта временного размещения. Люди обеспечивают вещами первой необходимости. По поручению губернатора число комиссий подворового обхода увеличено с 4 до 18, чтобы максимально в короткие сроки выплатить компенсации. К другим новостям. В преддверии 100-летнего юбилея Волокэсэм в Сочи прошел ряд мероприятий. Сегодня утром бывшие комсомольцы собрались у памятника Николаю Островскому. С чем пришли, расскажет Елена Всецина. Это знаковое место для поколения комсомольцев. На таких, как Павка Корчагин, литературного героя произведений Николая Островского «Как закалялась сталь», тогда хотели быть похуже все. Я присутствовала, когда было открытие этого памятника. Я работала тогда в школе сельской в Адрюрском районе. Мы собирали металл, макулатуру на то, чтобы создать этот памятник. И его сохранили. И вот теперь в 100-летний юбилей комсомола сюда пригласили всех секретарей горкомов комсомола, которые работали в разные периоды времени. Сегодня им вручили знаки почета признания сочинцев и благодарственные письма. А многие участники пришли на митинг с комсомольскими билетами. Я взял с собой удостоверение комсомольское, когда я начинал в комсомоле. Правда, начинал с 79-го года, это с 82-го года. Тогда еще работал в Крайкоме в Краснодарском комсомоле БМТ «Спутник». Сейчас такой организации нет, но мы ее помним. Этот праздник – это наша молодость. Вот я его с собой привез. Политическая молодежная организация под названием «Комсомол» в нашей стране родилась 100 лет назад. В Сочи активисты ВЛКСМ появились спустя два года. Это была молодая и самоактивная часть населения. Первые комсомольцы наводили порядок в городе, проводили воскресники, помогали бороться со всеобщей безграмотностью, выезжали на сельскохозяйственные работы, организовывали кружки художественной самодеятельности. А в 30-е годы в Сочи приехали комсомольцы со всей страны. Здесь была ударная комсомольская стройка. То, что построено руками молодых, до сих пор функционирует. Здание, в котором с 1988 года находится Сочинский художественный музей, является памятником архитектуры 30-х годов прошлого столетия. Сначала там был административный центр уполномоченного в ЦИК, а потом долгие годы – центр советской власти, горком КПСС и горком ВЛКСМ. В комсомоле состоялись 14 лет до 28. В память о прошлом бывшие комсомольцы высложили сегодня цветы к памятнику Ленина, а у здания художественного музея открыли памятную доску и высадили дерево. Вспоминали и о тех комсомольцах, кто защитил страну от фашизма. Во время Великой Отечественной войны, конечно, те медсестры, молоденькие, они тоже были комсомольцами. Те наши сочинцы, которые пошли воевать, и ценой своей жизни защитили родину от фашизма, они тоже были комсомольцами. Те сочинцы, которые потом восстанавливали Сочи, которые создавали Сочи, создавали курорт Сочи, это тоже были комсомольцы. Поэтому великих дел у комсомола очень много. И мы сегодня в дань уважения к этим замечательным людям проводим эти мероприятия. А в зимнем театре совсем юные сочинцы сегодня создавали атмосферу комсомольских будней. Со сцены звучали песни тех лет. И в зале было кому подпевать. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Завтра в Сочи пройдет городской краеведческий конкурс «Черное море». Он приурочен к Международному дню защиты Черного моря, который отмечается 31 октября. Ученики сочинских школ соберутся у городского центра детского и юношеского туризма и экскурсий на улице Орджоникидзе. Задействована будет и площадь искусств в конкурсе. Принимает участие 121 команда. Это более полторы тысячи детей, педагогов и родителей. Они будут выполнять различные задания, которые объединяет одна тема. Черное море. Художники со всего юга России на одной выставке в Сочи сегодня представили проект «Эва». Экспозиция развернулась в Художественном музее Сочи. Сразу в нескольких залах художественного музея более 80 полотен. Они принадлежат кисти и таланту 50 авторов. Это художники со всего юга страны. Проект называется «Эва». Аббревиатура расшифровывается как «Эволюция вселенского авангарда». Это выставка современного искусства, которая уже в какой-то степени стала классикой. Любой знак, контраст, нюанс, симметрия, асимметрия. Вот эти наши знаки в искусстве, когда мы создаем любые произведения, чтобы компоновать любой лист, любой холст, любую композицию скульптурную. Это основа основ. Авангард – это нет чистых изобразительных натуралистических моментов. Мы стараемся за счет вот этих нотных ситуаций создать композиционную тему. «Эва» – это продолжение выставочных проектов «Белый пароход» и «Матриархард». Авторы работ – профессиональные художники и академики Российской академии художеств и молодые живописцы. Из Сочи проект «Эва» отправится в города-края Ставрополь, Пятигорск и Адыгею. Финальным аккордом станет выставка в Москве. Ну а в художественном музее с проектом «Эва» можно познакомиться до 18 ноября. 30 октября в Сочи представят многофункциональную интернет-площадку для незрячих и слабовидящих людей «Особый взгляд». Мероприятие пройдет с 16 до 18 часов в Зимнем театре. Гостей ждет показ инклюзивного кукольного спектакля с закрытыми глазами по повести Достоевского «Белые ночи». Информационный портал «Особый взгляд» – это часть одноименной системной программы. Сегодня в России это единственный ресурс, который предоставляет информацию для незрячих людей. Новости об инклюзивных проектах, медицинских и технических разработках, интервью с тифлопедагогами и психологами, а также всероссийская афиша мероприятий, адаптированных для людей с особенностями зрения. Программа призвана объединить незрячих людей, их близких, волонтеров, создателей специальных сервисов и программы и всех, кому хочется жить в мире равных возможностей. А в поселке Волна Темрюкского района сегодня завершился краевой спортивный фестиваль среди инвалидов с нарушением слуха. Честь Сочи отстаивали Евгения Рожковская, Денис Коновалов, Алексей Новоселов, Сергей Руденко, Елена Галдина, мастер спорта по спорту глухих Дмитрий Тюлюкин и бессменный капитан команды Андрей Галдин. В течение двух дней наши земляки состязались в плавании, волейболе, настольном теннисе, стритболе. В каждом из видов сочинцы стали первыми, завоевав кубок за победу в общекомандном зачете. И все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...